Сегодня я хочу говорить на тему, которая особенно актуальна в ситуации, в которой оказались Соединенные Штаты. И я назвал ее «Триумф добра или справедливости». В конце предложения я поставил знак вопроса, предполагая, что эти понятия можно рассматривать с разных сторон и можно даже немножко сталкивать друг с другом. Одно дело – торжество справедливости, другое дело – торжество любви, торжество добра в Божьем понимании. Значит, о чем хочется поговорить сегодня, понимая, насколько все мы тяготеем к справедливости, насколько все мы болезненно переживаем малейшую несправедливость. Есть люди с особенной чувствительностью к малейшей несправедливости. И часто эти люди устают, пишут письма мне, звонят со слезами, помолись, что в меня вот это обостренное чувство, вот эта жажда справедливости немножко спала, вот эти темпы. Почему? Потому что мы живем в мире, который находится возле. И понятие справедливости очень размыто. Я прекрасно понимаю, что это страшно даже себе представить, жить в государстве, где коррумпирована судебная система, где ты идешь в суд, и ты все равно правды добиться не можешь. Как правило, в таких регионах земного шара люди даже не пробуют идти в суды. Они отчаиваются, часто даже могут группироваться в какие-то банды формирования и просто уже сами себя защищать, решать эти вопросы по-своему. Особенно во время мутной воды, в начале 90-х. Кто в те суды ходил? Нанимали людей, кто-то их называл рекетерами, кто-то называл их бандитами, кто как. Но люди должны были решать как-то свои вопросы. Это, конечно, страшно. Когда люди не веруют в суд Божий, что Бог есть праведный судья, и Он все равно все тайное приведет на суд, что Бог творит правду и суд всем обиженным, как говорит Библия, если человек в это не верит, и если судебная система не предоставляет ему шансов разобраться и доказать свою ситуацию и добиться справедливости, люди начинают чинить само суд. Это страшно. Об этом написаны ряд статей, очень много программ отсняты, когда люди из-за чаяния вынуждены сами добиваться какой-то справедливости. Иногда мне кажется, что многие меня не слышат. Когда я говорю вот с такой перспективы, под таким углом о справедливости, мне иногда так кажется, что люди меня не слышат. Они почему-то думают, что я против справедливости. Это было бы очень и очень неразумно. Я попробую сегодня посвятить этому время и показать, что на самом деле справедливость – это большое благо, это одна из христианских добродетелей. Но несправедливость является самой высокой христианской добродетелью. Нет, несправедливость является конечной целью Господа Бога. Если бы Бог видел конечной целью только справедливость, Он бы не отдавал Своего Сына на крест. Бог бы не искал пути, как спасать нас, провинившихся людей, от Своего собственного суда. Но если понимать сердце Бога и послание Нового Завета и апостолов, мы понимаем, что Бог при всем том, что на 100% справедлив, Сам ищет пути, как спасать людей от Своего собственного суда и от Своей собственной справедливости. Поэтому на этот счет написано очень много в Библии. И даже, к примеру, взять послание к евреям, где написано, вы приступили к суде всех Богу и к ходатаю Нового Завета Иисусу. И крови, к кроплению, которое, говорит, лучше, чем кровь Авеля. Потому что, как только пролилась кровь Авеля, она требовала вмешательства Божию. Бог не мог не отреагировать на такое несправедливое убийство Авеля. Потому что Бог есть судья праведный, потому Он обязан реагировать. Но кровь Иисуса Христа названа кровью лучшей. Потому что Христос сказал, кровь Его проливается в оставление грехов. Потому, когда мы сегодня приходим перед лицо Божье, представляете, мы одновременно приходим перед лицо Бога судьи, и одеснуя Его с правой руки, стоит ходатай, адвокат. И между мною, виноватым, греховным человеком и святым праведным Богом, становится посредник, ходатай Иисус Христос. И если на пути божественной справедливости никто не встанет, то совершится суд беспощадный. У меня шансов нет. Почему? Потому что справедливость не располагает правом на милость. Если Бог остается действительно справедливым, неподкупным, невзирая на лицо человека, то у меня нет никаких шансов избежать наказания. Потому что у справедливости нет права миловать, закрывать глаза, снисходить, прощать и так далее. То есть вещи очень серьезные, вопросы очень серьезные. Давайте попробуем разобраться в этом всем. Главная проблема, с которым сталкивается святой Бог и святой Божий закон, это природа зла в человеческом сердце. Это настолько огромная проблема, что какие бы мы законы не создавали, мы не можем ограничить это распространение зла. Такое чувство, какую бы ты клетку не создавал для этого зверя, он настолько быстро растет, этот зверь, что он уже не вмещается в эту клетку. Потому написано, что закон даже Божий, самый совершенный закон, самая лучшая конституция, которая когда-либо была написана, когда-либо существовала на земле, была дана Божьему народу Израиля. Вот казалось бы, что уже может быть более идеальным или совершенным? Но апостол Павел пишет, Закон Божий был ослаблен плотью. Потому что когда великий, святой, чистый и совершенный Божий закон столкнулся с человеческой плотью, им надо было как-то найти общий язык. И плоть, она не уступит, она никогда не уступит. Плот живет по законам греха, как рыба в воде, это ее законная стихия. Ты ничего с этим сделать не можешь. Разве что вытянуть сердце каменное и дать тебе сердце плотяное. Но это может сделать только благодать. Это может сделать только Бог. Может быть, кто-то думает, что закон это может сделать. Вы очень сильно ошибаетесь. Покажите мне человека, который был осужден за свои преступления, справедливо, и который исправился в тюрьме, потому что закон его ограничил. Может быть, он два срока отсидел, может быть, три. У него уже было два или три шанса исправиться. Да не исправляются люди. Закон, Библия говорит, ничего не довел до совершенства. Выбросьте эти иллюзии с вашей головы, что закон, какой бы он ни был, даже Божий, что он может человека привести к совершенству. Закон ничего не довел до совершенства, а любовь есть совокупность совершенства. Весь закон в одном слове – люби. Можно критиковать Аврелия Августина, можно всерьез к нему относиться, но он дерзнул сказать – люби Бога и делай все, что хочешь, потому что любовь не делает ближнему зла. Все заповеди в одном слове – это люби. Это наивысшая заповедь, которую оставил Господь на земле. Следовательно, мы сегодня говорим, что Бог, разумеется, справедлив, что Божий закон пытается ограничить зло, наказывает зло. Если вы не видели картину Айвазовского «Потоп», я вам рекомендую, придите домой, откройте ее в высокой резолюции, посмотрите. Страшная работа, одна из лучших работ Айвазовского. Там остатки этих скал, которые все еще возвышаются над водой, на эти скалы взбираются не только люди, звери, медведи, всякие присмыкающиеся, и уже ни люди зверей не боятся, ни звери людей все озабочены одним единственным, как спастись от вод потопа. Это действительно страшно. Но это не совпадение, это не просто какие-то природные катаклизмы, это Бог навел потоп на землю нечистил их. Почему? Потому что увидел Господь, что все мысли людей от юности зло, это неисправимо. Ты не можешь это вырвать, эту сущность, это ДНК из сердца человека. Поэтому это огромная проблема. Конечно, Бог дает права и полномочия силовым структурам, это и полиция, и армия, мы сейчас об этом будем читать, чтобы каким-то образом сдерживать проявление этих буйных страстей человеческих. Чтобы беззаконие все равно как-то ограничивать. Но основная проблема зла, оно кроется в сердце человеческом. И Христос сказал, злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Там больше ничего другого нет. Там только зло. И неважно в адрес кого оно направлено, человек ничего другого сделать не может, кроме зла. Это страшно. Вы знаете, что во время холодной войны между Советским Союзом и Америкой эти две супердержавы видели угрозу или опасность ядерной войны друг в друге. Вот то есть каждый понимал, вон там через океан мой потенциальный враг. И потому каждое государство накапливало оружие и понимало, что надо быть готовым на всякий случай, в случае нападения вот этого нашего врага. Когда Советский Союз распался, когда пришла оттепель, и отношения более-менее нарушили, ну, восстановились, разрушили Берлинскую стену, что произошло? Произошло, что вот эта угроза большого врага исчезла, но зло никуда не исчезло. И потому вместо одной большой войны, которая угрожала этим супердержавам, произошло очень много военных конфликтов. Просто зло рассредоточилось, раздробилось, и на почве всяких национальной почвы, на этнической почве, религиозной, экономической, куча многих войн возникла в разных регионах земного шара, особенно в странах СНГ. Потому что зло никуда не ушло. Проблема зла так и остается. И теперь люди, понимая все это, пытаются себя обезопасить, пытаются себя защитить, как-то сохранить себя от потенциальной угрозы. Чтобы себя сохранить, люди начинают накапливать оружие. Это уже и мы все понимаем. Я вчера разговаривал с человеком из Атланты, он говорит, Александр, в Атланте ни в одном магазине где продается оружие, невозможно купить пистолет, патронов невозможно купить. Я ездил, говорит, за 100 майлов за город Атланту, мы проверяли магазины, ни одного патрона невозможно купить. Люди все раскупили. Теперь, когда мы спрашиваем у людей, зачем ты покупаешь оружие, зачем тебе так много оружия? Или мы спрашиваем у президентов, которые не скрывают того, что они накапливают военную мощь. На это уходят миллиарды долларов, огромный процент бюджета. Люди бы могли жить намного лучше, если бы не накапливали вот это ядерное оружие, nuclear weapon. Каждый президент и каждый человек в частности скажет вам, чтобы защитить себя. Никто не скажет, чтобы напасть на кого-то. Ни одному в голову такая глупость не придет, я покупаю оружие, чтобы ограбить банк. Это исключение, это очень маленький процент таких людей. Но президенты сидят за столом, встречаются, большие восьмерки, фотографируются вместе, проводят время, улыбаются, дипломатично ведут разговоры и наращивают огромное количество ядерного оружия для того, чтобы обезопасить свои государства друг от друга. Чтобы граждане моего государства спокойно спали, зная, что мы защищены на случай нападения врага. А произошло все ровно наоборот. Когда мировые лидеры спохватились и поняли, какое огромное количество ядерного оружия на земле, то в 1996 году на конференции ООН 158 человек мировых лидеров проголосовали за срочное разоружение. Только 3 человека были против и 5 воздержались. 158 человек за головы схватились, когда поняли, что в начале 90-х на земном шаре было больше 50 тысяч ядерных боеголовок в разных государствах. Это приблизительно в 1 миллион раз больше, чем бомба, которую сбросили на Хиросима и Нагасаки. Люди пришли в ужас от количества оружия. Так, ладно, оружие, а зло, которое накопилось в людях. А что на уме там в Северной Корее? А что на уме других мировых лидеров? У кого в руках эта кнопка спуска? Потому, вместо того, чтобы спать спокойно, люди стали крайне беспокойными. Они испугались своего собственного состояния. И началась гонка разоружения. Так, что сегодня важно? Сегодня важно нам, как верующим людям, понять, какова вообще наша реакция на все это. И на оружие, и на силовые структуры, и на справедливость в мире. И я бы хотел чуть-чуть поговорить вот о нашей реакции на все происходящее. И вы же понимаете, что в основном оно все крутится вокруг вопроса справедливости. Мы очень болезненно реагируем на несправедливость. На любую, на малейшую. Я помню, когда вышел фильм «Гладиатор», это уже много лет назад. Ну, замечательная картина, я считаю. И читал критику на эту картину. Многим людям не понравилось то, что главный герой, такой благородный, чистый человек погибает в конце. Но не может так быть, чтобы нечестивый, вот этот император, мог его убить. Нам это не нравится. Нам не нравится такой финал. Нам нравится, когда правда торжествует, когда зло наказано, когда преступников поймали, когда заговоры разоблачили. нам это нравится. Мы испытываем просто довольство внутреннее. Это нормально, это правильно. Как говорится, христиане тоже люди, всем это нравится. Но, но, богословы серьезно занимались вопросом, объясняя войну. Вообще, как вести себя в случае военного конфликта. И есть так называемая доктрина справедливой войны. Она разработана богословами. Это известная доктрина, которая включает в себя два важных и принципиальных условия. Если вы хотите войну называть справедливой, есть два условия для этого. Первое условие это соразмерность, второе избирательность. Что значит соразмерность? Соразмерность это значит, что мера силы, которую я применяю в борьбе с врагом, не должна принести больше вреда моему врагу, чем он может причинить мне. Если я в этом военном конфликте приношу больше ущерба и вреда врагу, эта война несправедливая. Она не имеет права называться справедливой. Только потому, что у меня больше силы, только потому, что я более проворный, это не дает мне права принести больше вреда моему сопернику, чем он потенциально мне угрожает. Это первое определение справедливой войны. Второе, как я сказал, это избирательность. Это значит, что война, которую я веду против моего врага, должна быть направлена исключительно против солдат и против военных объектов. Ни в коем случае я не имею права убивать мирное население, людей безоружных на той территории, на вражеской территории. Если я это допускаю, эта война не имеет права называться справедливой. Поэтому богословы как бы пытаются придать моральное такое право для верующих людей, которые веруют в Бога, веруют в божественную справедливость, веруют в то, что зло так или иначе нужно останавливать и противиться ему. Богословы разработали вот такую концепцию справедливой войны. Но хочется задать вопрос, где вы видели хотя бы один военный конфликт, который по этим определениям можно назвать справедливым. Нет времени, время моментально уходит, но можно было бы остановиться на нескольких воинах общеизвестных, об этом написаны сотни тысячи книг, снятые тысячи фильмов, и мы прекрасно знаем, что когда у меня появляется возможность отомстить моему врагу, то я использую все резервы, все силы, я сотру с лица земли твои города, я разрушу, я уничтожу, я ни с чем считаться не буду, потому что моя боль, моя обида, она так разрастается во мне, ты пришел на мою территорию, ты сжигал мои города, я не буду ни с чем считаться, ты не найдешь во мне никакого сострадания, я буду стирать твои города с лица земли, никто уже считать не будет, кто кому больше причинил вреда. Поэтому понятие справедливой войны в моем личном представлении это большая иллюзия, не существует никакой справедливости, когда люди дерутся. Но это мое дело, и как бы мое отношение, и мое мнение, все-таки богословы считают, что существует такое понятие справедливой войны. Два быстрых примера из Ветхого Завета вот на этот счет. Сыновья и Акова были в поле. Когда они пришли домой, они узнали очень тревожную тяжелую новость, что их родная сестра Дина пошла познакомиться с дочерями небольшого там племени, которая возле них жила, и ее в грубой форме изнасиловали там. И сделал это сын князя этого племени. Два родных брата Дины, Симеон и Левий, отомстили за честь своей сестры. Они вырезали всех мужчин этого племени и разграбили все их имущество. Конечно, сегодня смотреть с точки зрения наших демократических государств настроений, мы считаем, что так нельзя было поступать, это несправедливо. Но если учитывать то время, горячую кровь, людей Востока, все традиции, понятия чести, я думаю, там смотрели по-другому. И аргументы были у этих людей, и у тех людей, у каждой обиженной стороны своя правда и свои аргументы. Потому те люди проучили вот это племя, они преподали урок, который раз и навсегда запомнят все окрестные народы, или запомнят окрестные всякие племена, кочевые, что с этими людьми лучше не шутить. Но с точки зрения справедливой войны, о которой мы сейчас говорим, ущерб, который причинили те люди, изнасиловав их сестру, в разы, в десятки, в сотни раз был меньше, чем вред, который причинили Симеон и Левий этому племени. Потому патриарх Яков сказал, в ваш совет моя душа не войдет. Я с вами не согласен. Гнев ваш проклят. И он произнес проклятие в их адрес и в адрес их потомков. И так и случилось. Есть второй пример. Когда Давид бегал от Саула и с ним ходило где-то 400-600 мужчин, они нашли одного человека, которого звали Навал, и как-то между собой договорились. Давид охранял его стада, потому что человек был очень богат, а Навал кормил этих всех людей Давидовых. Ну, как бы всем было выгодно. Много всяких кочевых банд, всяких полевых разбойников там крутится, и Давид обеспечивал безопасность для Навала. Всем было хорошо. Потом Давид где-то отвлекся, на некоторое время возвращается, все голодные, Давид просит Навала покормить его людей. У каждого свой расчет, у каждого свое представление о справедливости. Навал отказывает ему. Теперь, если посадить отдельно Навала и Давида, они расскажут разные истории. Если вам хотя бы раз приходилось участвовать в разборках, особенно семейного плана, боже мой, я не знаю, я бы сам платил деньги этим людям, лишь бы меня освободили от этого, потому что это невозможно угодить обоим сторонам конфликта. Это невозможно. Ты заранее потенциально знаешь, что ты будешь неправ. Знаете, как в том старом анекдоте, где два еврея пришли к раввину и говорят, разбери нас, кто из нас прав. Один рассказал свою историю, раввин послушал, и говорит, ты прав. Другой рассказал истории, раввин послушал, ты тоже прав. Они смотрят на него, говорят, а как так может быть? Мы ссоримся, мы считаем, что он не прав, я не прав, а ты говоришь, и тот, и тот прав. Как такое может быть? Раввин говорит, ты тоже прав, что такого быть не может. Вот в любом конфликте вот приблизительно так. Правда у каждого своя. Поэтому Навал бы сказал, слушайте, вы серьезно так думаете, что я теперь должен что, пожизненно кормить этих людей? Да вы посмотрите, это четыре стартов. Да они съедят мои стада быстрее, чем те бы разграбили, от которых они охраняли. Как кто-то сказал, всю жизнь овца волков боялась, а сожрал ее пастух. Вот что-то где-то из той оперы. Поэтому Навал бы сказал, да оставьте меня в покое, не нужны мне ваши услуги, не буду я вас кормить. Давид сказал бы, какой негодный человек. Мы рисковали жизнью, мы дрались. Он бы позвал нескольких своих солдат, сказал, покажи, у тебя руку отсекли, у тебя глаз выбили. Тот жизнь потерял, оно нам надо? Тебе просто жалко нас покормить? Вот посмотрите, мы говорим сейчас о справедливости. Да нет, никакой справедливости. У каждого своя правда, только Божья справедливость совершенна. Всякая человеческая справедливость относительно. Да. Теперь смотрите, что произошло, когда жена Навала упала перед Давидом на землю, что она ему сказала? Она сказала, Господь непременно устроит Господину моему дом твердый, потому что войны Господа ведет Господин мой. В новом переводе написано так, пусть не будет в твоем сердце никакого зла всю твою жизнь. Она его как бы предупредила. Будь осторожным, у тебя большие возможности, ты скоро сядешь на престол, будь осторожным. В твоем распоряжении будет армия, ты по-разному можешь распоряжаться силой, в том числе военной силой. Пусть, я тебе желаю, пусть в твоем сердце никогда не будет зла. Дальше. Если же восстание человек преследовать тебя, искать души твоей, то душа твоя будет завязана возле жизни у Господа, Бога твоего. А душу врагов твоих Бог сам лишит жизни и раскидает их, как камни из прощи. Ну, ты же в Бога веруешь, Давид? Почему всегда надо за себя так сильно вступаться? Всегда надо драться по любому поводу, доказывать свою справедливость? Почему ты не доверяешь, что Бог видит все и позволь Ему судить на свое усмотрение? Дальше. Эта женщина говорит Ему, когда Господь сделает тебе все, о чем говорила тебе добра и поставит тебя вождем над Израилем, то это не будет сердцу твоему огорчением и беспокойством, что ты не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. В другом русском переводе написано, это не будет тебе ни печалью, ни сердечным смущением, что ты не пролил невинной крови и не стал мстить за себя. А еще в одном переводе я выписку сделал. Она сказала ему, у тебя не будет повода горевать и терзаться муками совести о том, что ты пролил кровь и отомстил за себя. Когда Давид это услышал, это был как ушат холодной воды. он остановился, его пыл спал и он ей отвечает, благословен разум твой и благословен на ты у Бога, потому что ты не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но человек завелся, человек всерьез завелся. и благословен на его пути не просто встала, а легла, она лежала на земле, женщина, устами которой говорил Бог. Потому что вред, который причинил Давиду вот этот навал, ни в какое сравнение не идет с той угрозой, которую нес Давид для него. Но на тот момент ты как бы не ориентируешься, у тебя накипело, ты дрался, ты все делал для этого человека, ему жалко покормить нас. Потому понятие о справедливости это очень относительное понятие. Смотрите, что говорит Библия. Послание Крепленом 12,19. Апостол Павел. Не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам. То есть, это моя работа. Не торопитесь, даже если у вас есть возможность это сделать. Не торопитесь, не опережайте меня. Это мое. У меня отмщение, я воздам. Апостол Петр в первом послании пишет о Христе. Будучи злословим, Христос не злословил взаимно и страдая не угрожал. Часто мы на этом останавливаемся и говорим, ну да, он был огнец кроткий, безгласый, вели его на заклание, он не открывал уст своих. Это только одна часть картины. Другая часть картины, надо дочитать текст Петра. Он действительно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. То есть, это очень важная часть, чтобы видеть картину полной. То есть, Христос свое дело передавал судьи праведному, то есть Богу. То есть, он понимал, что Бог однозначно восстановит справедливость по отношению ко всем людям, которые делают мне больно, без права на это. Потому Христос понимал, что есть судья праведный. А в притче о судье неправедном, которую произнес Христос при жизни своей, он сказал очень важную мысль, что некая женщина, вдова, обиженная своим соперником, бегает к человеку-суде, совершенно бессовестному, у которого ни стыда, ни совесть, ни Бога не боится, ни людей не стыдится, ни своего долга судей не выполняет. Но она обивает пороги и просит, и взывает к его совести, которая там вот столько. Ну защити меня, ну помоги, ну ты же знаешь законы, ну помоги. И он соглашается не потому, что у него там есть честь или чувство долга, а просто, чтобы она отстала. И Христос, приводя эту притчу, мне кажется, с таким внутренним, ну не знаю, возмущением говорит, вы послушайте только, что говорит судья неправедный. Вы сами подумайте. У этой женщины хватает веры стучаться в эти двери столько лет, просить у него помощи, и она верит, что можно как-то разбудить его совесть у этого неправедного судья. А рядом у праведного судья веры не хватает, что он защитит меня, что он вмешается в мое дело, что он все видит. И Христос потом делает такой вывод и говорит, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Сказываю вам, подаст им защиту вскоре. В других переводах своевременно подаст им защиту. Смиритесь под крепкую руку Божию, он вознесет вас в свое время. Но дальше Христос заканчивает эту мысль словами. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? То есть он как бы с таким говорит, где же ваша вера? Вы верите больше в то, что можно добиться какой-то справедливости? Вы тратите на адвокатов, выходите, ноете, стучите, включаете все рычаги. Вы верите, вопреки всякой несправедливости, что можно добиться справедливости. Но где же ваша вера в судью праведного? Дальше есть еще один потрясающий пример, который показывает, что Бог и человек очень по-разному воспринимают справедливость. Когда Господь шел в Содом в лице трехстранников, Он остановился на короткое время у Авраама. Они прекрасно провели время, обедали вместе. И потом Господь двинулся в сторону Содома. У Авраама забило сердце. Авраам чувствует недоброе. Авраам знает, что там в этом Содоме приблизительно происходит. И Авраам начинает просить Бога, называя его владыкой, делает очень такой умелый заход, судья всей земли, поступит ли неправосудно и начинает склонять его к тому, чтобы не наказывал этот город. Он намекает и прямо говорит, а вдруг там праведники живут, а вдруг их-то много, этих праведников. И я всегда, когда читал Библию, всегда где-то on the back of my mind, в своем подсознании, я всегда думал, ну неужели Авраам благороднее Бога? Неужели Бог так вот, ну как-то вот, резко действует на эмоциях? Авраам какой-то более уравновешенный. Он как-то вот склоняет Бога не торопиться. А Бог, он такой вот как бы быстрый на вынесение приговора. Ну, я честно делюсь своими мыслями. Но больше читаешь, больше молишься, больше думаешь и начинаешь замечать интересную тонкую вещь, что Авраам говорит, постоянно думая о родственнике. У Авраама одно на уме, там лот. Они там живут, они уже столько туда денег бухнули, там уже свадьбы домичаются. Если все сейчас это развалится, и он сознательно или подсознательно или несознательно, но этот человек вот думает о справедливости так, как-то несправедливо. Столько туда вложили, а теперь оно все сгорит. Где-то приблизительно так и жена Лотова думала. Это не просто взгляд назад, за что она была наказана. Это упрек в адрес Бога. Я считаю, что это был упрек в адрес Бога. Зачем ты так с нами? За что ты так с нами? То есть она не оценила спасение, она не увидела спасение из горящего города. У нее не было слов благодарности, понимая, что ради них туда пришли и их спасли. У нее был свой взгляд на справедливость. И это выглядело крайне несправедливо. Так вот Авраам, он тоже где-то исходит из таких соображений. А Господь? А Господь отвечает Аврааму. Я сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как у вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю. То есть, а Господь говорит Аврааму. Ты думаешь просто об одном человеке или об одной семье, о своих родственниках. Но ты же ничего не знаешь о других людях. Ты знаешь, сколько жалоб поднимается ко мне. Ты знаешь, сколько людей переживают насилие там. Я не могу пройти мимо этого, потому я войду в город и я лично посмотрю, таково ли, таково ли их поведение, как на них ропщут и вопят обиженные люди. И потом буду уже ориентироваться по ситуации. Поэтому Божий взгляд и Авраамов взгляд очень разнятся на вопросы справедливости. Посмотрите, что пишет Павел. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам о себе не сужу. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Очень хорошо этот текст отображен в одном из английских переводов. Он там говорит, хотя моя совесть чиста, но я не считаю себя innocent, как бы невиновным. Слышите, да? Хотя моя совесть чиста, я ничего за собой такого не наблюдаю, но я все равно не считаю себя полностью невиновным. Судья же мне, Господь. То есть апостол Павел даже своему собственному суду о себе самом не до конца доверяет, потому что это суд в своих интересах. Ты всегда себя оправдаешь. Ты найдешь десятки, сотни причин оправдать себя. Павел, великий апостол, говорит, я по совести, у меня все хорошо, сплю хорошо, молюсь хорошо, но все равно судья мне, Господь. Я доверяю этому суду. То есть, друзья, я пытаюсь показать, насколько наш суд субъективный. И теперь, когда мы заводимся, и теперь, когда у нас есть возможности и даже кафедра, как же мы умело можем поворачивать и проповеди, и темы проповедей только из-за того, что мы завелись. Насколько нужно иметь страх Божий, чтобы понимать сердце Божие, а сердце Божие таково. Христос сказал, древним сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Черное и белое, никаких серых зон. Есть ближние и есть враги. Но я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, благотворите ненавидящим вас. Тогда вы будете сынами Отца вашего Небесного, который поднимает солнце свое над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Значит, такое сердце Отца. Да, такое сердце Отца. Это никак не говорит, что он отказался от справедливости. Это говорит о том, что Бог Сына Своего не послал в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Сейчас эпоха благодати, сейчас не время суда, сейчас все мы должны коллективно указывать на Голговский крест. сейчас у всех людей есть шанс обратиться от своих злых деяний и прийти к Голговскому кресту и обрести вечную жизнь и перейти из смерти в жизнь. Вот в такое удивительное время мы живем. И Господь вовлекает в эту программу спасения нас, верующих людей, чтобы мы поступали не как все прочие, завелись в отместку суды, оружие и так далее. Он все-таки пытается нам показать другое. Есть такая притча, очень хорошая притча, которую привел Христос. Некий человек сеял хорошие семена. Когда взошло посеянное пшеница, оказалось там очень много плевел, очень много сорняков. Пришли его слуги и говорят, слушай, а ты хорошую точно семью съел? Да, хорошую. А посмотри, что выросло. Он говорит, это враг. Ночью, когда мы спали, пришел враг человек. И между хорошими семенами, между всей моей работой, заботой, он сделал свою работу и все перемешал. И слуги его говорят, ну давай мы повыбираем это. Давай, позволь нам, мы повыдергиваем все эти сорняки. Он говорит, нет. Нет. Оставьте расти все это до жатвы. Почему? Мы очистим твое поле. Нет. потому что вырывая сорняки вы можете также повырывать и пшеницу. И потом, когда они сидели отдельно, они говорят, а ты можешь понятно объяснить, ты что, нам не доверяешь? Он говорит, нет, не доверяю. При всем уважении, мои дорогие ученики и апостолы, я не доверяю вашему суду. Так будет при кончине века. Я пошлю ангелов в моих и ангелы будут делать эту работу, и ангелы отделят злых из среды добрых. И все соберут зло вот это, свяжут и сожгут, а пшеницу соберут в мою житницу. На это будут делать ангелы, а не вы. Удивительно. Удивительно. Мы же сегодня так легкомысленно судим, посмотрели новости, прочитали что-то, что-то нас задело, зацепило, направо, налево. Насколько нужно быть осторожным при всем том, понимая, что Господь действительно ограничивает зло посредством закона, посредством силовых структур и так далее. Есть одно замечательное стихотворение у Евгения Евтушенко, я прочитаю только фрагмент, оно очень по существу. Он написал его еще в 63-м году. Он вспоминает свое детство, когда он был еще подростком. Вот что он пишет. «Работая локтями мы бежали, кого-то люди били на базаре. Как можно было это просмотреть? Спеша на гвалт мы прибавляли ходу, зачерпывая валенками воду и сопли забывали утереть. И замерли. В сердчишках что-то сжалось, когда мы увидали, как сужалось кольцо тулупа, вдох и капелюх, как он стоял у овощного ряда, вобравший в плечи голову от града от тычков, пинков и оплеух. Вдруг справа кто-то в санке дал с оттяжкой, вдруг слева залепили в лоб ледяшкой, кров появилась и пошло всерьез. Все вздыбились, все скопом завизжали, обрушившись дрекольем и вожжами с железными штырями от колес. Зря он хрипел им, братцы, что вы, братцы? Толпа сполна хотела рассчитаться, толпа глухою стала разъярясь, толпа на тех, кто плохо бил, роптала, и нечто с телом схожее топтало в снегу весеннем, превращенном в грязь. Не помню, сколько их галдевших било, быть может сто, быть может больше было, но я, мальчишка, плакал от стыда, и если сотня воя оголтела, кого-то бьет, пусть даже из-за дела, сто первым я не буду никогда. Так этот человек по нашим меркам невозрожденный, и он понимает, за дело бьют, своровал что-то, но входят в такой раж, что остановиться не могут. верующий, когда я вижу верующих людей, которые настолько настойчиво пропагандируют идею справедливости, меня эти люди пугают, не потому, что я против справедливости, надо ума не иметь, чтобы быть против справедливости, надо просто понять, что Бог видит ситуацию дальше, что в человеческом сердце очень много зла аккумулировалось, что человека спасать надо от зла, что суд наш очень предвзят. В заключение еще одна притча перед молитвой. Это Евангелие Матфея 18 глава. Царство небесное можно сравнить с царем, который решил рассчитаться со своими слугами. То есть все по документам, все честно, кто сколько должен. Когда начал царь расчет, то первым к нему привели того, кто был должен, ему 10 тысяч талантов. И поскольку должника не было чем расплатиться, царь приказал продать его для уплаты долга и жену его, и детей, и все их имущество. Слуга упал, поклонился ему и стал умолять, дай мне немного времени, обещаю, я все тебе выплачу. Царь пожалел слугу и простил ему весь долг и отпустил его. Тот вышел и встретил такого же слугу, который должен был ему всего лишь 100 динариев, схватил его и начал душить. Верни мне сейчас же, что должен, требовал он. должник упал ему в ноги и стал умолять, дай мне немного времени, я все выплачу. Но тот не захотел ждать, бросил его в темницу, пока не будет выплачен весь его долг. Другие слуги видели, что произошло, и это их крайне возмутило. Они пошли и все рассказали царю. Тогда царь позвал слугу и сказал, ах ты, негодный слуга, я по твоей просьбе простил тебе все долги. Неужели и ты не мог простить своего товарища, как я простил тебя? В русском синодальном написано, не надлежало ли и тебе помиловать своего товарища, как я тебя помиловал? То есть, стоп, стоп, стоп. Мы говорим о справедливости, но тот действительному должен 100 динариев. Его бы даже в тюрьму не приняли, если бы это был наговор или выдумки какие-то. Он же по справедливости поступил. Тот затягивается сроками, обещал еще месяц назад отдать. Но в чем проблема? Нет, справедливость, все нормально на своем месте. Но, когда тебе оказали милость, то поступать по справедливости уже несправедливо. И что делает этот царь? Разгневавшись, он отдал его в руки истязателей до тех пор, пока тот не выплатит весь свой долг. Что делает царь? Царь, который своих решений так быстро не меняет. Царь отзывает свое решение простить ему долг. отзывает назад. Сажает его в тюрьму практически пожизненно, если учитывать его долг. Без шанса выйти из этой тюрьмы. По справедливости? Давай по справедливости. И Христос заключает эту притчу словами. Так поступит мой Отец Небесный и с вами. Если кто от сердца своего не простит брата своего. серьезные вещи. Следовательно, когда мы смотрим на все, что происходит, когда мы привыкли добиваться справедливости во всем, иногда люди так мелочатся, за такие детали готовы ссориться. Они уже на адвокатов в три раза больше отдают, чем то, что могут забрать и уже остановиться не могут. Их уже затянуло. Это уже стало качеством их характера. Это уже образ их жизни. Человек уже все теряет, но выйти из этого тупика не может. Это, страшно. Это, конечно, страшно. Бог никогда не против справедливости, но Бог хочет помочь нашему миру. Мне кажется, я постараюсь очень осторожно это сказать, но сказать честно, как я думаю, мне кажется, что вся эта ситуация, которая сейчас сложилась вокруг чернокожих, вокруг рабства, она связана с непрощением. эти люди не могут простить белым, хотя в рабстве были их пра-пра дедушки и бабушки. Никто из наших современников не знает, что такое рабство. Все имеют легально такие же права, как и мы, как и белые люди, но обида, обида за любую неудачу, за любое неустройство, за любой провал, все списывается туда. И виновны белые во все. Обида это очень опасная вещь. И жажда справедливости это очень тонкий лед. Жажда справедливости это очень тонкий лед. Наш суд лжив, только Бог истинен. Потому о Христе сказано, что Он свое дело передал в руки судьи праведному. Он не хотел никому угрожать, он не хотел не запоминать никаких лиц, кто как его ударил, кто как в него плюнул. Он просто это отдал все судьи праведному. пусть Он решает, пусть Он определяет. Я отчасти понимаю чернокожих, я понимаю, что они не могут преодолеть обиду, но сегодня же разговор не о них, сегодня разговор о нас, о церкви, сегодня разговор о том, как мы справляемся в этих ситуациях. и потому мне видеться это так, что Бог пригласил нас быть одной командой с Ним, что Господь заинтересован помочь людям выбраться из этого родового замкнутого цикла, замкнутого, потому что обидчика простить никто не собирается и не может, силы нет у людей, это могут только духовные люди, это могут только сыны Божьи, может бы кто-то их хотел, но силы нет, потому у Бога, мне кажется, есть единственная вот группа людей, это церковь, на которую он может рассчитывать, хотя бы отчасти положиться, что эти люди не будут мстить за себя, эти люди не будут мелочиться, эти люди не будут домогаться о суде неправедного, какой-то правды человеческой. Последнее, я чувствую, что Бог очень много учил нас и вкладывал в нас очень много своего учения. Я чувствую, что мы стоим на пороге очень ответственных решений, и никто из нас не избежит определенной проверки. Я лично молюсь, чтобы я не опозорил Бога. Я лично за это молюсь о себе, ни о ком другом. Я даже об этой всей ситуации не молюсь, я ее поменять не могу, а о себе молюсь. Молюсь, чтобы когда я понадоблюсь Богу, в какой-то ответственный решающий момент, чтобы я не подвел Бога, чтобы я не опозорил Бога. Я хорошо понимаю, сколько Бог вкладывал в меня и учил меня, и воспитывал, и я чувствую, что рубеж такой настал, когда мы Богу очень даже понадобимся, как свеча в доме, чтобы Он поставил ее на столе, чтобы она светила всем в доме. Сейчас разговор не о нас, не о наших чувствах, не о наших потерях, чего мы лишаемся, как выйти из ситуации. Вообще хватит о себе так много думать, как Авраам думал о Лоте и о благоденстве. Есть масса других людей, о которых пора думать, если мы повзрослели. Поэтому если мы хотим понять Бога, Бог думает о людях, и людей этих очень много. Не надо думать только о себе, как выйти сухим из воды, надо думать, что очень много людей вокруг нас, им нужна реальная помощь. Может ли Господь на тебя рассчитывать? Можешь ли ты предоставить Ему себя, как служителя, как сосуд? Это сегодня наш вопрос. хрень 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 Субтитры создавал DimaTorzok